Мы, как говорится, ехали-ехали. И как дальше? И наконец-то приехали. Совершенно верно. Рады вас видеть. И я слышал от некоторых людей, что одесский ретрит сложно найти, вообще туда сложно добраться. Так вот, чтобы вы знали, что да, маяки – это неправда. По сравнению, вот когда мы выехали здесь на гору и увидели, что как бы вроде все, но вроде… Вы понимаете? Мы думали, что это просто как будто как путь на какой-то тайный сионистский конгресс. Знаете, такой… Всех евреев в Молдавии. И не только. Да, и с Украины делегация, видите, с Узбекистана. И все думают, где же это с Инжирея? Ни один Гугл это не мог просто вытерпеть и вынести. Гугл не знает. Не тем Гуглом, да. Должен быть молдавский вариант. А он сильно разнится от, так сказать, я понимаю, да. Просто на украинских даже дорог таких нет, вы знаете. Тем не менее, для меня большая радость снова вас увидеть. Прошло буквально месяц, да, и Бог благословил. Всегда с радостью езжу к вам. И я так же, как и прошлые разы, хотел бы поделиться тем, что Бог произвел уже в моей жизни и продолжает производить определенные действия. Но поскольку наш ретрит, на который мы собрались, наш съезд, так сказать, верующих Бога Израиля, он посвящен вопросам отношений между евреями, неевреями, да, и, так сказать, всеми составляющими или сопутствующими моментами этого служения. Сегодня я хотел бы поделиться вопросами, связанными конкретно, если говорить, о том месте, которое занимают неевреи в мессианском служении, в мессианской общине. Периодически мы с вами сталкиваемся с такими вопросами, да. Например, когда подходят к человеку и говорят, ты что, еврей? Было у вас такое? Вы начинаете свидетельствовать, а ты куда ходишь? Ты говоришь, ну, в еврейскую мессианскую общину. Ты что, еврей? То есть, по определению, если ты туда ходишь, ты должен быть... И вы знаете, я иногда видел, как люди, они смущались от этого вопроса, да? Вам задавали когда-нибудь такое, да? А кто смущался, честно говоря? Не смущался. Да, я не сомневаюсь. За тебя, Саша, у меня нет вопросов. Ну, я знаю, давайте мы не будем поднимать руки, но если говорить честно, некоторые люди смущаются, потому что как-то вот оно так связано. Если еврей, значит, вообще, но если не еврей, иди в церковь. Что ты здесь делаешь? Зачем тебе это? Зачем тебе, ну, как бы, и это все так, оно, как бы, почему-то вырывается у людей. Это, знаете, я хожу в цыганскую церковь, а ты цыган? Ну, вот как-то так у нас связано, да? И я не буду сегодня говорить вам какие-то страшно там глубокие теологии. Я поделюсь тем, как Бог меня вел в моей жизни в этом служении, и как Он мне открывал некоторые вещи. Для этого мне придется вам рассказать чуть-чуть своей жизни. Ну, возможно, это будет назидательно. Я, как вы понимаете, приехав с Украины, я тоже родился на Украине. Так случилось. Мой отец украинец, моя мама полька. И как я годами не бился на том, чтобы выискать какие-то, хоть капельку еврейской крови, чтобы приобщиться, знаете, чтобы прийти там к стене плача и сказать, это стена моего народа, ну, в том смысле и понимать, что поплакать, да. Я, ну, как бы, ну, не смог. Даже в этой зимой я был в Варшаве в специальном таком институте, знаете, где ты можешь как еврей восстановить какие-то свои корни. Ты приходишь туда, говоришь все расклады по фамилиям, кто откуда, где родился, мама, папа. И у них есть целые карты миграций. То есть, они говорят, что там, например, да, вот люди там с такой-то фамилией, оттуда-то, оттуда, ну, как бы. Мы проговорили там целый час, и он сказал, ну, к сожалению, вы поляк, да. Говорит, я могу доказать, что вы поляк. Я говорю, я тоже, у меня есть документы. Понимаю? Серьезно. У меня мама чистая полька. Вот, итак, и мой отец, как я говорил, он был украинец, и моя семья была обычная советская семья. Ничего религиозного, но на всякий случай в детстве меня родители покрестили в православной церкви. Я не знаю, зачем, я был против, но они не послушались, я был маленький, и покрестили. Вы понимаете, такое бывает в нашей жизни. Но так получилось, что родители мамы, поскольку они поляки, тоже чисто кровные, в родах они католики. Мы ходили в католический костел, храм, и, ну, знаете, как бы, то есть я всегда с детства верил, что Бог есть. И, соответственно, получилось, крещеным позже стал католиком. Лет в 13, когда прошел конфирмацию, подтвердил свою веру и так далее, и так далее. Вот такого. То есть на сегодняшний момент, если бы я захотел вернуться в любую из этих церквей, мне достаточно было бы сходить на исповедь, и все, как бы член церкви. Либо католической, либо православной. Можно выбрать, легко. Итак, тем не менее, я не понимал, что происходит. Вы понимаете, да, как бы приходил на праздники, и все, и все. Но интересно, что первое воспоминание меня как человека, где-то примерно в два года, и оно исход, ну, как бы, о моей бабушке по отцу. Моя бабушка была верующей. Она была такой, может быть, вы слышали, она была сионисткой. Это не те сионисты, которые мы привыкли, которые Герцель и все остальные там, ну и так далее. Не те, которые ратовали за возвращение еврейского народа в Эрец Израиль. Но идея была в чем? Они были похожи на пятидесятников. Их мало было, на самом деле. Может, сейчас еще есть. Их вера была в то, что нужно физически верующим людям переселяться на гору Сион. И там, на горе, ну, Сион, Елеонская гора, да, туда придет Иисус и заберет церковь оттуда. И важно не опоздать и быть физически там. Вот такая вот, ну, если говорить. Так, в общем-то, они были пятидесятники. Молились на языках и так далее, и так далее. То есть, мое первое воспоминание, что я молюсь с ней на коленях, и она стоит возле меня и молится, и вот как-то вот так вот рассказывает мне что-то из Библии. Тем не менее, проходят годы, я понимаю, что как бы ничего не, ну, жил я и жил. И случайно, каким-то случайным образом нас приглашают с мамой на пятидесятническую церковь. Мы идем и остаемся там. Ну, знаете, как оно, 90-е годы, 92-й год. Вот, и в церковь, вы должны помнить, те, кто вот, может быть, покаялся в то время, церковь была очень особенной. Ну, как особенной? Церковь после гонений. И все боялись друг друга. Новые люди, это было немножко так, знаете, потому что обычно новые люди, ну, не сразу приходили. Церковь была по домам, мы собирались в квартирах, в домах собирались. Не было молитвенных домов, не было Библии. И тогда сложно было Библию достать, там, ну, как иметь симфонию простую книжную. Это было чудо. И учили в этой церкви относительно еврейства очень просто. Если мы посмотрим на Библию, ну, в Библию, если мы посмотрим на то, что вытворил еврейский народ, то мы можем увидеть, что они сделали очень большую ошибку. Они распяли Христа. В детстве, ну, вот я себе представлял это таким образом. Представьте, что у тебя есть один патрон, и ты его выстрелил и не попал. Вот так вот у них было. То есть они, как бы, использовали свой шанс на особое место возле Бога, или, как бы, в его планах, и не попали в эти планы. Ну, промахнулись. И слава Богу, так вот, учили нас о том, что есть, это чистая голубица, церковь, там, без пятна и порог, это мы с вами, друзья. То есть классическая теория замещения во всей своей красоте. Вот так вот я не знал никого, в общем-то, вокруг себя. Это были 95-й год, там, может, 6-й. Я не знал, кто бы верил по-другому. Я не еврей, ничего еврейского нет, ничего в голову не приходит. Евреи в моих глазах не состоялись как народ. Вот. Нормально так, да? Ну, и всех, кого я серьезно говорю, знал, вы извините, что я так подробно, но, как бы, я вас хочу вести, так сказать, в суть процесса. Спустя некоторое время я вышел из этой церкви, пошел в другую, потому что эта церковь ко всему и не верила, что можно учиться. Они считали, что учеба, она должна быть очень простой. Есть у тебя Библия, сиди дома и учись. То есть, они не принимали систематическое знание, ну, как любые библейские школы и так далее. Я сильно хотел учиться, и поэтому, как бы, перешел в другую церковь, где было более спокойно к этому вопросу. И как-то так получилось, что Бог меня начал направлять вообще по разным институтам, я начал интересоваться. И мой взор, вдруг я так вот понял, что наши там знакомые, они учились вот в Одессе, в еврейском библейском институте. Я думаю, слушай, интересно, что это? Ну, как бы, я скорее воспринимал еврейство как некую нагрузку к тому основному знанию, которое, собственно говоря, мне было нужно. Я понимал, что это что-то новое, это что-то интересное. Ну, на тот момент, как бы, и аналогов не было. Да и сейчас тоже немного, как бы, аналогов еврейского обучения, если. И я думаю, ну, поеду посмотрю. Посмотрел, вроде интересно. Ну, думаю, поеду, поучусь. Да? Встретил вашего Рэба, там он тоже поехал поучиться, тоже разобраться с большим удивлением. Итак, и вот ты приходишь, сидит 50 человек, и все же, как бы, вроде как в теме. Да? Представьте, 2000 год. Кто помнит, это кемовские ретриты были вот где-то количество, вот, может быть, меньше, чем эта группа людей. Первый ретрит кемовский, в который мы попали, было 70 человек. И когда мы, ну, приехали, я помню, тогда всем институтам, это было как какое-то потрясение. Потому что вдруг невероятным образом Бог начал открываться в какой-то такой свободе. И это, может, вы знаете, да, такое ощущение, некоторые говорят, что вот в мессианских общинах есть вот эта часть семейственности, открытости и простоты и движения Духа Святого. Хотя ты четко понимаешь, что люди перед тобой страшно непростые. Они, скажем, наоборот, у каждого есть своя программа. Вот. И Бог сильно мне крестнулся. И я помню свои переживания на этом ретрите. Я сидел где-то там под подоконником, и я думаю, так, короче, я не понимаю, что это, но мне это нравится. Я буду разбираться. Через некоторое время, даже очень быстро, я начал понимать, что в том обществе, в которое я начал ходить, люди по-разному относятся к слову еврей. Я слышал краем уха, что вы сегодня говорили о том, кто такой еврей, да, и так далее, о призвании и так далее. Но на тот момент нужно понимать, что это было только начало всякого мессианского движения на Украине, и в СНГ, и вообще взагали. И очень модно было быть евреем. Очень модно. И это, знаете, это так происходило интересно, когда люди, у которых там, например, прапрадедушка когда-то был там по фамилии, там, знаете, хоть чуть-чуть похожий на еврейской, этот человек вдруг, он превращался в какого-то особенного человека. Вот вчера был Петро, а сегодня уже нет, уже, это Кеф, не Кефа, не Кефа, это уже Шим, Шимон, да, 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 и у него появлялась характерная «гы», такое, знаете, всю жизнь он говорил на ломаном, «гы-гы-гы», такое, да, на ломаном украинском суржике, а тут тебе уже, как бы, вот тебе уже уровень, понимаете, да, и он уже, ты приходил там на шаббат, там начинались какие-то разговоры о глубине еврейской мысли, о том, что в нашем народе так не принято, и принято, а мы так не делаем, и понимаете, да, ну, и вот сижу я, украинец, понимаете, еще и поляк, наполовину, и получается, как бы, он еврей, а я не смог, а еще на фоне всего этого такие истории, я пошел в архив, и в этом архиве, я как, короче, только копнул, и были там то, то, и вот я, вот теперь, там, слышали, да, кто вот переживал, целая волна такая была, это вам сейчас, те, кто может быть, присоединился к общине относительно недавно, вам уже полегче, поверьте, это было движение, в сторону еврейства, и если вы хотели увидеть не еврея на ретрите, его легко можно было опознать, это просто, я бы сказал, определенная кунст камера, пейсы, цициты чуть ли не по земле волочатся, какие-то сюртюки, бороды такие, знаете, не идет ему та борода, но он ее отращивает, и ты смотришь, не еврей, но так хочется, так хочется, знаете, и когда ты начинаешь говорить с этим человеком в каких-то простых вопросах, он-то и не может объяснить, почему это круто, в чем, собственно говоря, ты говоришь, ну и что, какое твое преимущество передо мной, он говорит, я избранный, меня это выбивало, думаю, окей, он избранный, я вроде тоже избранный, но я так понимаю, что у него есть какая-то особая фишка, знаете, такое вот как бы преимущество, которое у меня никогда не будет, потому что я не еврей, и я вам честно скажу, что после таких разговоров, после всех вот этих вот моментов, манипуляций вот этими вещами, когда ты видишь, что, знаете, там, например, человека начинают продвигать в служении только из-за того, что он еврей, репрессии, согласен, а почему нет, а в наше время, что не бывает такого, что продвигают братьев, ну принципиально, вот я видел такие общины, ну не то, что, знаете, как бы, вот принципиально, он, простите, три класса, два коридора, и его ставят, например, лидером домашней группы грамотных сестер с тремя высшими образованиями, он читает с трудом, но зато еврей, понимаете, я хочу вам объяснить, это издержки, это детство, это незрелость, но вы знаете, что детство тоже ранит, и я понял, что в какой-то момент в моем сердце появился определенный комплекс от того, что я не еврей, я знаю точно, что здесь есть люди, которых есть то же самое, или было, и вы понимаете, о чем я говорю, какая-то несостоятельность, такое вот состояние неполноценности, и я ходил с этим и маялся, а знаете, когда ты еще писание как бы не очень хорошо знаешь, когда ты не разобрался в вопросе, и более того, не так много людей вокруг тебя, которые разобрались в вопросе, хотя они пастыря, служителя, и ведут какие-то служения, и у них есть результат и плод, но когда ты приходишь к нему с каким-то теологическим вопросом, он не знает, как тебе ответить, начинаются какие-то такие общие фразы, ну то есть, понимаете, ты вот копнул чуть-чуть и ты понял, у человека на самом деле нет откровения, он построил себя, он построил то, что он делает не из-за того, что он увидел это в Писании, но скорее из-за того, что это модно, престижно, принято, это дает определенные бонусы, знаете, как бы, и он понимает, что вот вдруг, он обладатель, счастливый, джек-пот у него, он еврей, а если по маме, ооо, а если не женатый, это же супер приз, да, или там, девушка еврейка, не замужняя в общине, ооо, супер приз, можно же в Израиль уехать, еврей не роскошь, а средство передвижения, сто процентов, 90-х, выслушайте, я не утрирую, честно, можете порасспросить, были самые разные загибы, тем не менее, я понял, что надо с этим что-то делать, потому что на тот момент у нас уже началась община, я закончил этот институт, уже я как бы по всем раскладам, по всем делам, я должен был бы что-то знать и учить других, но я понимал, если честно, перед Господом, я, кстати, никому об этом раньше не говорил, сейчас вот вам первым секретом делюсь, я понимал, что я слаб, я немощен, потому что я могу дать быстрые ответы на какие-то такие, знаете, как свидетели Иеговы, вы знаете, да, их учат, давать быстрые ответы, но когда ты его садишь перед собой, говоришь, я тебя, давай поговорим, но только откроем оригинал в Иврите, все, он не знает, что сказать, он не готов к такому уровню общения, я мог сказать так же, как и говорили мои друзья, евреи избранный народ, Бог имеет особую цель, это очень важно, мессианско-еврейское служение в последнее время, эгэгэй, и вообще, если на всякий случай, у нас свобода, знаете, такой вот, типа, у нас, да, мы там, короче, а мы не, а есть еще другой козырь, это такая штука, как еврейская мудрость, да, а вот в Талмуде сказано, в глаза этот Талмуд видел когда-нибудь, ты хоть пробовал там, хоть главу прочитать, я вам скажу, я когда-то загар нашел, есть кто знает такая книга, это кабалы, да, я открыл, думаю, боже мой, какой бред, это откровеннейший бред, это даже не придумаешь, друзья, понимаете, но мы кидались вот этими фразами, не понимая источника, не понимая духа, за которым этим стоит, мы стремились быть частью культуры, которая на самом деле отвергала Христа, осознанно, агрессивно открывала, отвергала Христа, мы говорили, это нам надо, вот это образ именно вот правильного еврея, образ именно человека, который посвящен и следует за Господом, часть мессианского служения, и я реально, я помню, что я пришел как-то там, я говорю, Боже, да открой мне через Писание это, я хочу Рему, я хочу получить от Тебя, я не хочу придуриваться тем, что я занимаюсь каким-то делом, делом, как бы важным, но не понимать основу и сути этого, а вы знаете, когда, в чем разница, когда человек понимает и не понимает, когда человек не понимает сути, он не готов жертвовать своей жизнью за это, в этом разница между пастырем и наемником, пастырь знает, что это его родное, а наемник знает, что это просто его наняли, и он бежит от волка, вы понимаете разницу, да, когда ты имеешь внутреннее понимание, служение еврейскому народу, оно пришло из Писания, оно именно как бы было построено Богом в тебе, и я не говорю здесь, что люди не важны, и важно, когда община, она участвует в этом процессе, это правильно, то есть, это строительство не обязательно будет только лишь через личное откровение, но также через служение, через нахождение в теле, через взаимодействие в теле, и в один из каких-то моментов, такой вот, я прочитал место, которое полностью меня освободило, 1 Коринфянам 7 глава 17-24 стих, вы знаете его, 1 Коринфянам 7, 17-24, «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я поваливаю по всем церквям, призван ли кто обрезанным, не скрывайся, призван ли кто не обрезанным, не обрезывайся, обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих, каждый оставайся в том звании, в котором призван, рабом ли ты призван, не смущайся, но если и можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся, ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равно и призванный свободный есть раб Христов, вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков, в каком звании кто призван, братья, в том каждый, и оставайся перед Богом». Я когда, я читал раньше, поверьте мне, но я вдруг это увидел, как Рэма в свою жизнь, я понял, что я призван украинцам, и просто я понял, что я не должен никому ничего доказывать. Это звучит просто, но это освобождает. Вы знаете, когда эти слова говорились, это было очень особое общество, это было особое время. Вы знаете, что тогда было рабство, не мифическое, а настоящее. И рабы были пустым местом. Но мы не видим, чтобы, например, Новый Завет, он призывал к верующим, господам, тех, у кого есть рабы, и говорили, «Ай-яй-яй, нехорошо иметь рабов, всех на волю отпустить. Вы должны, как вы можете, буржуазия, и там труд, и так далее». Понимаете, да? Никаких призывов к революции. Но послание направлено в том, что послушай, ты призван в том состоянии, призван Бога, Бог позвал тебя к себе в том состоянии, в котором ты есть. Если ты можешь освободиться, освободись. Воспользуйся случаем. Но сути это не поменяет, потому что ты все равно призван перед Богом ходить, перед Богом жить, перед Богом быть в святой жизни. Друзья, на самом деле, я должен просто помнить, что я его сын, и я не должен становиться рабом людей. Не должен. Но если я могу быть свободным, я должен им быть. И когда, вы знаете, много людей приходит и хочет нам навязать определенный образ жизни, определенное мировоззрение, определенную линию поведения и так далее, и так далее. И здесь, в этих моментах, очень важно задавать себе честный вопрос. Каким рабом, кем, или скажем, рабом, кого я становлюсь в этот момент? Ожидает ли этого Господь от меня? Что он хочет от меня? И я понял, что если человека терзают вот эти вопросы, еврей, не еврей, все очень просто, пойди в архив и проверь. Хочешь уехать в Израиль? Посмотри, документы позволяют? Езжай. Езжай. Нет вопросов, друзья. Но не придумывай себе еврейство. Не придумывай себе тот образ жизни, в который ну как бы не надо тебе входить. Не становись, знаете, таким как бы вот на самом деле я свободный, но получил там, например, откровение, что мне надо там жить вот в какой-то аскете. Не придумывай себе. Ты призван быть свободным. И смотрите, рабом ли ты призван? Не смущайся. Не смущайся. Ибо раб, призванный Господи, есть свободный Господа. Равно и призванный свободным есть раб Христов. Вы знаете, что большая часть Нового Завета это письма не евреям, людям, которые находились в разных концах мира. Это наставление для них. И мы не видим какого-то такого, знаете, воззвания, ну, грубо говоря, эй, вы, греки, там, перестаньте там, любить там какое-то свое национальное блюдо, потому что с этого момента вы должны есть только вот это. Или там, молдавский народ, призываем вас отречься от всякой мамалыги и принять, мамалыги с брынзой, да, и принять, короче говоря, кашрут по строжайшему ортодоксальному обычаю. Мы не видим таких воззваний, но мы видим, что все послания Нового Завета, они были против греха в каждом из этих народов. И вот здесь важно это не путать. Друзья, нравится мамалыга? Мазалтов, как говорится. Я вас поздравляю. Мне тоже нравится. Особенно в посте. Вы знаете, в посте человек, он по-другому относится к пище. Он как бы, это в каком-то смысле это художество, это искусство думать о пище в посте, знаете. Она не просто кусок хлеба, это кусок хлеба. Да? Что ж как бы есть в этом нечто. И для того, чтобы любить еврейский народ, друзья, не обязательно принимать геор. Послушайте. Для того, чтобы мне правильно относиться к молдавскому народу, мне не обязательно любить мамалыгу. Понимаете, да? Я украинец. Иногда. По пятницам вечером, да. И я вам скажу, что есть разница разделения традиций народа и традиций кабалы. Друзья, я не знаю, о чем вы говорили в прошлой сессии, возможно, вы задели эту тему. Есть огромная разница в библейских традициях, традициях народа и в кабале. И, к сожалению, мы живем в такое время, когда все это смешалось в один котел. И очень часто ты запускаешь туда вилку и ты не всегда уверен до конца, что именно ты вытянешь. Традиция, которая от Бога, традиция, которая была рождена народом или это просто колдовство. Потому что, я вам скажу так, кабала в своей сути имеет основу мистику, колдовство. Друзья, это не игра. Это все по-взрослому. Это все по-взрослому. Итак, когда я понял эти вещи, когда я понял, что в плане спасения нет разницы между верующим евреем и верующим неевреем, истина меня освободила. Я очень благодарен Богу за это. И в погибели или, скажем, в пути погибели в гиену огненную, вы знаете, также нет разницы между неверующим неевреем и неверующим евреем. Все погибнут. Просто вот услышьте это. Пускай он трижды еврей, пускай у него цицит волочится за ним три метра, как фата у невесты. Если он не знает Бога, если он не принял Ишуа, как своего спасителя, к сожалению, он пойдет в ад. Друзья, пойдет в ад. Но как народ у нас есть наша идентификация, самоопределение каждого из нас. У молдаван одно, у еврейского народа другое. У нас у каждого есть своя земля. Да? Даже границы есть между этими землями. Мы по-разному проводим праздники, мы по-разному радуемся, понимаете, есть культура. Понятное дело, что украинцы, например, с молдаванами живут близко, граница рядом. У нас очень много схожего. Мы когда заехали сегодня через Паланку, вы знаете, дома не поменялись. Везде грустно. Честно вам скажу, везде грустно, везде ты смотришь и хочется плакать, потому что ты понимаешь, что страна нуждается. И культура у нас очень похожа. Но если мы будем сравнивать нашу культуру и культуру Узбекистана, я думаю, что большая разница. Правда? Как люди разговаривают, как ведут себя, но это не мешает нам называть друг друга братьями. Друзья, это не мешает нам иметь свободу и радость. И ну как бы если я украинец, так что брат должен жить культурой украинца? Нет. Но здесь мы приходим тоже интересному моменту. Все же мы находимся в еврейской мессианской общине. И здесь есть важный фактор. То есть одно дело, когда мы говорим о народах, которые один здесь, другой здесь и так далее, и так далее. Но вот мы люди из разных народов. Мы пришли в еврейскую мессианскую общину. И мы понимаем, что цель мессианской общины это достижение еврейский народ, конкретный, конкретную этническую группу людей словом Божьим. Да? Как было бы правильно это делать? Это было бы правильно делать на том языке, на котором тебя понимают. Это любой миссионер знает. Читали наверное истории про миссионеров, которые ездили в Африку где-то там какие-то там Зимбабве племена покоряли каких-то джунглях. И там такие страшные истории. И дают мне там тарелку с жуками. И я там кривился, но съел. И после этого вось меня там поцеловал в десна, подарил шкуру леопарда и сказал проповедуй. Помните да? название книги там пробуждение в племени таком-то. Я вам суть хочу простым языком передать. Друзья, людям надо говорить на их понятном языке. Если мы собираемся с вами достигать еврейский народ, надо это делать в контексте той культуры и тех традиций, которые понятны этому народу. Поэтому мы поем песни на еврите. Хотя 99,9 из нас еврита не знают и никогда не узнают. Это правда. В 90-х годах знаете, как учили еврит? Это отдельная баллада. Шиат еврит, кто знает, о чем я. Сеня меня евриту учил в свое время. Да, он знает, мы были с ним в Израиле, он там что-то говорит. Я не знаю, ли правильно, но улыбается, по крайней мере. Все, кому он говорит, плачет обычно. Итак, если мы достигаем еврейский народ, мы должны это делать в контексте культуры, это понятная вещь. Я вам скажу, что когда я начал так говорить, мне подходили люди из церкви и говорят, что ж ты тут делаешь, бедненький в этой еврейской общине, не еврей, зачем вы вот это делаете? Я им так и говорил, послушайте, у нас есть церковь, вот у вас церковь, да, вы с какой-то там церкви, с пятиатнической, неважно с какой, у вас детское служение есть? Они говорят, есть, я говорю, а зачем оно вам? Пускай ваши дети на проповеди сидят, они не понимают, то есть вам нужен особый подход, и это нормально, да? Почему у вас не возникает претензий, когда говорят о цыганских церквях? Я был в Мукачево, может быть, вы тоже были, там есть большой цыганский табор, пять тысяч человек на окраине Мукачево. Я вам говорю, друзья, если вы мечтали попасть в Африку, в какую-то Уганду, поедьте в Мукачево, это дешевле. Болото по колено, дома ну просто непередаваемые, какие-то кусочки глины, такое ощущение, что знаете, что пять тысяч человек живет на мусорнике. При этом, чтобы вы понимали тоже, я знаю, что в Одессе, в Молдавии где-то есть тоже такая, в Сороках, да, и там стоит дом, и тут короче такие колонны, там все, знаете, как бы, и там, например, ну ты узнаешь, что там нет канализации, например, ванна есть, канализация просто не проведена, зачем, смысл. Представьте, у людей 30 метров ванна, труп просто физически нет, не проложено, не предусмотрено, понимаете, дом там 2000 квадратных метров. Я серьезно говорю, то есть размах вот где-то подвезло, и мы там служили в церкви, и пастырь говорит, у нас церковь, я говорю, сколько людей у вас? Он говорит, я не знаю точно, может быть 100, может 200, говорит, они кочуют. Вот, говорит, специфика нашего служения такая, что он приезжает, все бизнесмены, они имеют безвизовый въезд в Венгрию, поэтому все бизнесом занимаются. Вот они приезжают в Венгрию, там, значит, берут товар, и все продают. Приезжает весь стабор гудит, три дня. На следующий день приходит пастырь, дает денег, говорит, ты же заработал, ты полгода работал, он говорит, все спустил. Специфика служения. Ни у кого не вызывает никакого возмущения. Нормально, там поют песни на цыганском, на романском, да, они так, как рома, рома, да, они называются, на цыганском, да. Там они проповедуют на цыганском, всем все нормально. Почему-то еврейские общины стоят на поперек. А что ж это вы так живете? Послушайте, мы, люди, из разных народов, мы можем проявлять любовь и свое уважение ну вот конкретной группе людей. Для нас нормально проявить любовь к детям, к молодежке, да, тоже создать им определенные условия. Это нормально, мы, ну, почему это для нас должно быть проблемой? Друзья, я, может быть, говорю достаточно просто. Во всех этих вопросах есть очень много уровней разбора, что такое отождествление. и как оно может выражаться в том конкретном, кого считать евреям, не считать, там вспоминается Руфи и так далее, и так далее. Я не хотел бы сегодня вдаваться вовнутрь, ну, вот как бы самого процесса. Честно говоря, я сам до конца во всех моментах не разобрался. Честно. Но то, что я понял, я этим и делюсь с вами. И вы знаете, это было всего лишь начало того, что Бог начал производить в моей жизни. В 2005 году так получилось, что я поехал в Польшу, и у нас было небольшое такое путешествие по разным концлагерям. Были где-то в пяти, наверное, разных, в Аушвице, в Требленке. И мы были с группой молодежи из Израиля, и они такие, как не от мира сего, такие, знаете, ну, для них это сложно было все принять, понять, увидеть. Но я не, там, смотришь, там, кто-то плачет, кто-то там, знаете, там, ого-го, там, ну, как бы очень-очень близко все сокрушается тогда. Я ни в коем случае, ну, действительно, там есть чему посокрушаться. Я не плакал, но я ходил среди этого всего, и, как говорится, я пытался всунуть это в свою голову вообще. Что это? Вот, знаете, если вы попадете в Требленку, на сегодняшний момент там ничего нет, там просто красивый лес сосновый, как вот под Киевом есть такие сосны, красиво. Но когда ты почитаешь историю, ты поймешь, что там погибло около миллиона человек. И там не предусмотрены были какие-то бараки, людей не мучили, людей тупо убивали. Восемь эшелонов в день по две с половиной тысячи человек около года. Понимаете? Это так кажется. Представьте, что такое восемь эшелонов по две с половиной тысячи. Деревнями просто брали и уничтожали каждый день. и когда ты приходишь в Аушвиц, в Освенц, в Биркинау, ты смотришь, вот так вот конца не видно этому концлагерю. Все ровно, красиво, все, и ты понимаешь, что это была какая-то невероятнейшая машина уничтожения еврейского народа. И там я увидел одну вещь. Я вдруг осознал, что большинство, знаете, как бы, когда я размышлял о том, как можно оправдать это, я понял, что, возможно, я бы мог это для себя каким-то образом понять хотя бы, попытаться, если бы, знаете, как было, одна армия нападает на другую и уничтожает солдат этой армии, да? Солдаты это опасная единица. Солдат может стрелять, нападать там, обученный хоть как-то. Но здесь погибали не солдаты. Здесь погибали старики, маленькие дети. И там, знаете, есть такие стенды с фотографиями. Просто большие такие стенды, и ты смотришь. Это судьбы. Ты стоишь, и ты понимаешь, вот эта маленькая девочка, она выросла, она радовала маму, папа плакал, когда она родилась, мама плакала. Когда ты заходишь, вот примерно, представьте, вот такая комната, она наполовину завалена волосами, а другая комната протезами. И ты видишь, большие, маленькие, а там полкомнаты завалено зубными щетками. Подумайте, зубными щетками завалить? Это не просто вот так посыпали, знаете, ими завалено. Завалено. И ты понимаешь, это была серьезная машина. И она была направлена не против опасных людей с точки зрения войны, а против людей, которые имели для себя несчастье родиться с какой-то долей еврейства. То, чем мы сейчас выкапываем, выискиваем, и, и, эгэ, понимаете? Люди прятали, вырывали, готовы были отречься от этого. Почему? Потому что их судьба была там. Отношение к еврейству было совершенно другим. И я осознал, что сатана, он имеет очень серьезные планы относительно еврейского народа. Друзья, это не просто какая-то игра в еврейство. Он не играл в еврейство, друзья. Он целенаправленно и грамотно старался уничтожить этот народ. Он старался полностью искоренить его. Не важно твой возраст, не важно твое социальное положение, богатый ты, ты думаешь, что ты можешь откупиться, не можешь. В крематорий. В крематорий. И вы знаете, что когда я вот это понял, я вдруг начал думать, а что бы было, вот как бы я жил, если бы так случилось, что, ну, вот я был бы в то время, вот я бы жил в там 43-м году, как бы я жил, что бы было, если бы я жил в каком-то доме, и тут там мой сосед, Йосик, вдруг постучал и просит, спрячь меня. И послушайте, одно дело как бы гипотетически, другое дело, я себе вдруг представил это по-честному, я верующий человек уже 20 лет, я себе задал честный вопрос, что я бы сделал? Я подумал о своей жене, я подумал о детях, я подумал о себе, но знаете, когда ты еще сам, ты как бы сам собой рискуешь, да? А это же непридуманная угроза, все будет очень жестко, и не факт, что ты умрешь быстро, и твоя семья умрет быстро, знаете, типа там тых-тых и на небо, все может быть очень грустно. И я себе спросил, пущу ли я этого еврея к себе? Как я себя поведу? Вы знаете, кто-то сказал о том, что ответить на этот вопрос, это значит солгать. Я думаю, что отчасти это правда, потому что история знает различных людей. Были те храбрецы, которые во время, знаете, такого мира, они говорили там, да подавайте мне там, короче, всех постреляйте, фашистов, там, начиналась война, дезертиры. Были те, которые молчали, такой серый человек, знаете, незаметный, но они становились героями. периодически я читал какие-то там, знаете, истории, красноармеец Вася Пупкин один с саперской лопатой там удержал, там чуть ли не 50 человек положил. Простой сельский парень, который университетов не заканчивал, но герой. Расстреляли парня, ну, потом немцы, конечно же, но 50 человек он убил. Понимаю, я примерно вам говорю, да? И для себя я понял, что это очень серьезный вопрос. Интересно, что в тот период времени были люди, которые не закрывали глаза на все то, что происходило. Вы знаете, что во время Холокоста были также верующие люди? Знаете, да? И я вот начал о них размышлять, потому что по идее это те, у которых мы могли бы поучиться с вами и, знаете, как бы перенять какой-то опыт. Они же что же? Они же люди были, они же боялись, они же за себя, за детей. Ну, это страшно, друзья. Это реально страшно. Мне это не просто приснилось что-то. И интересно, что я вспомнил, что были такие, и до сих пор мы знаем таких людей, как это праведники мира. Слышали, да? о таком понятии. И я хотел бы немножко больше вам рассказать об этом. На сегодняшний момент около 18 тысяч человек получили звание праведника мира. И в разных странах, в основном это были люди в европейских оккупированных странах. в разных странах эта цифра самая разная. У меня есть небольшая статистика по этому. Например, в Польше таких 5 тысяч человек, в Голландии 4 тысячи, во Франции 2 тысячи, на Украине 1600, 1200 в Бельгии и так далее. То есть дальше уже цифры немножко меньше. Я понимаю, что не все из них были верующие, мягко говоря. Большинство из них было неверующих людей. Но каким-то невероятным образом у них хватило вот этой смелости, хуцпы и отваги посмотреть на чужой народ гонимый, презираемый. Нужно вспомнить, что на тот момент общая мировая политика, она была противоеврейской, антисемитской. Традиционный антисемитизм в царской России, польский антисемитизм. То есть это не вдруг появилось, это народ, который не любили веками. И были определенные изменения. Перед войной, например, было очень престижно быть, модно было быть, немецким евреем, они ассимилировались достаточно сильно и вошли в самые разные уровни и так далее управления, если вы посмотрите исторически. Но суть оставалась так же. Антисемитизм, он присутствовал на разных уровнях, в разных странах с достаточно большой силой. Я вам рекомендую изучить немножко историю взаимоотношений еврейского народа, историю церкви. Вы видите очень много таких моментов, ну, просто ужасного, изгнания евреев из Испании. Это такой кошмар был. Мы, ну, просто, представьте, людям говорят, вы собираетесь, я не помню, вам и через три месяца, дали им три месяца, нельзя было ничего продавать, просто вы должны были уйти. Они бедные не знали, куда деваться или креститься, да. Они пошли в Португалию, там им сказали, что их примут, их приняли ровно до границы, а потом сказали, все то же самое, либо вы креститесь, либо, короче говоря, мы вас забирают детей, представьте, забрали, я не помню сколько, может быть, не помню точно, достаточно большое количество детей, маленьких, самых у матерей, отцов, неважно социальный статус, отправили их на остров, такой был Санта-Ме, да, и там остров был, только его открыли португальцы, населен разными всякими ящерицами, змеями, всякими, представьте, вот приезжает корабль, приплывает, и всех этих детей вот так просто вышвыривают, а туда ссылали португальцы беглых каторжников, преступников, как тюрьму его используют, представьте просто, да, это, ну, традиционно народ не любили, но эти люди, праведники мира, почему-то делали такие шаги, и я стоял и размышлял, ну, почему, ну, почему-то, и вы знаете, что не все из них были как-то высокообразованы, как-то, вот, как-то такие, знаете, там, продвинутые, грамотные, начитанные, иногда это были простые крестьяне, простой какой-то кузнец, какой-нибудь конюх, он просто брал соседскую семью, или там, знаете, и просто прятал эти годы, он не знал никогда кончится война, он не понимал, он не был верующим, но он почему-то рисковал, я понимаю, что, знаете, честно, я уважаю таких людей, я уважаю таких людей, потому что я не знаю, как бы, как верующие люди бы вели себя в таких моментах, возможно, мы бы начали говорить о спасении, о том, что в первую очередь надо помогать своим, по вере, да, там еще бы, ну, я думаю, что бы придумали, возможно, какую-то теологию для того, чтобы не помогать, и тогда была она придумана, и мы иногда читаем, вы можете найти такие истории пастыря, который был возле Треблинки, он говорит, что мы каждый день видели, как поезда уходили в Треблинку, но в этот момент мы просто старались громче петь наши гимны, потому что мы понимали, что что-то, ну, что там зло, но мы не хотели быть частью, быть среди тех, кто спасает еврейский народ, мы не евреи, извините, мы верим в Христа, как и немцы, как бы, и все, а это вот так вот, исследователи, которые исследуют людей, или, скажем так, размышляли над людьми во время Второй мировой войны, они выделяют три основные группы, это те, кто были преследователями, те, кто были жертвами, и те, кто были коллаборационистами, или приспособленцами, преследователь, жертва, приспособленец, три категории людей, и я себе задал вопрос, кем бы был я, честно, это вопрос, который не надо задавать, знаете, это не такой вопрос, что я, вот скажи, а ты мне быстро ответь, это вопрос задайте себе перед Богом, кем бы был я, если вы поймете, что предателем, тогда есть о чем думать, для себя, послушайте, если ты поймешь, что лучше быть приспособленцем, есть о чем думать, или жертвой, просто опустить руки и сказать, ну что можно было поделать в этом мире, эти люди, 18 тысяч, они так не поступили, и они спасли много людей, мы знаем Шиндлера, да, такой, ну, более как бы известный, ну, кроме Шиндлера были люди, которые тоже сделали очень много, были послы, которые рисковали, вообще выдали огромное количество виз липовых и документов для того, чтобы спасти, и есть определенные категории, по которым считают человека праведником мира, то есть, когда размышляют о том, кого можно ввести в эту категорию, ну, есть стандарты, по которому считается, такой человек, то есть, кто такой праведник мира с точки зрения вот, еврейского государства, это не еврей, который помогал еврею в ситуации, когда тот был полностью беспомощен, ему угрожала смерть или отправка в концлагерь, оказание такой помощи представляло, ну, то есть, следующий критерий, оказание такой помощи представляло угрозу собственной жизни, безопасности или свободе спасителя, то есть, помощь евреям, согласно нацистскому законодательству, относилась к числу тягчайших преступлений, следующее, спаситель не обуславливал свою помощь материальным вознаграждением или какой-либо значительной компенсацией, факт, следующее, факт спасения или помощи может быть подтвержден либо самим спасенным, либо достоверными свидетельствами очевидцев, либо же при их наличии надежными архивными документами, следующее, помощь, оказавшаяся неевреями, евреем, могла быть различной, но в основном она сводилась к одной из следующих четырех категорий, предоставление убежища в собственном доме, либо укрытие в таком общественном или религиозном учреждении, которое могло обеспечить достаточно надежное, защищенное от внешнего мира и скрытое от посторонних глаз убежище, обеспечение еврею возможности выдать себя за нееврея посредством предоставления ему фальшивого удостоверения личности или свидетельства о крещении, выдаваемого священнослужителем и служившего законным основанием для получения официального удостоверения личности, помощь еврею в осуществлении бегства в безопасное место или за границу, при этом оказывалось, как правило, содействие в преодолении тех опасностей, с которыми были связаны поездки на порой значительные расстояния по оккупированной территории и переход границы, следующее, временное усыновление удочерения еврейских детей в период войны. Вот такие критерии. И среди всех этих спасителей было немало христианских служителей, и они действовали в соответствии со своими убеждениями. мы читаем о различных аббатах, о монахинях, которые прятали в аббатстве, мы читаем истории о капуцинах, о тех, которые тоже, они, знаете, как бы, они имели какое-то понимание или откровение о том, что нужно это делать из Писания, у них была вера и они рисковали, они понимали, что это очень важно, если вы, я вам просто очень сильно, я могу вам прочитать некоторые, но все же я вам рекомендую больше вот поинтересоваться вопросом праведников мира. И вы знаете, с точки зрения еврейского народа, эти праведники не евреи, уничтожение, всемирного плана уничтожения еврейского народа хоть одного ребенка, хоть одного взрослого, хоть одного старика, хоть кого-то, друзья, и для того, чтобы это делать, ты должен понимать, что это действительно важно, потому что ты рискуешь, да, ты понимаешь, что ты вступаешь в определенный бой с достаточно серьезной машиной, с достаточно серьезной силой, но я вам скажу так, если они, будучи неверующими, смогли это сделать, то почему мы не можем это делать, почему мы должны стесняться, смущаться, нас не гонят сейчас, друзья, нам не нужно прятаться, это очень хорошее время, вы знаете, что я вам скажу, возможно, вы, ну, как бы, не в курсе, но, если вы посмотрите исторически, перед Второй мировой войной было открыто очень интересное окно для евреев в Германии, они могли уехать в Израиль, слышали об этом? Почитайте Канделя, есть такой, забыл, как его, Феликс Канделя, очерки временных событий, шикарнейшая книга, я вам просто очень рекомендую, более того, одно время немцы их выгоняли, и никто не ехал, ну, поехало там что-то несколько тысяч человек, потом уже, когда начали прижимать, уже хотели ехать, немцы говорили так, поедете, если оставите все свое имущество, или там сначала просто надо было купить билет там за какую-то безумную сумму, а потом говорили так, билет купите и все оставите, и вот голые и босые вперед, понимаете? а в голове было другое, все, немцы, воспитанная нация, да? Перед Холокостом было определенное окно благодати, перед тем, когда весь этот духман, он стал в открытую, не стесняясь, не краснее, сатана, он по-прежнему не любит евреям, друзья, он готов сражаться за их смерть, и он это делает, я верю, что для нас с вами в каком-то смысле это время вот этого окна, время, когда мы можем нести Евангелие открыто, время, когда мы можем делиться открыто с еврейским народом, в контексте культуры, в контексте жизни, примером, всем, чем только в служении, как община, друзья, давайте вытянем оттуда побольше людей, давайте вытянем больше людей, пускай наши общины ломятся от евреев, я верю, что есть особая благодать на этом, Бог с нами, друзья, Бог с нами, поэтому я обращаюсь к вам, если вы не евреи, у вас нет корней, не комплексуйте, у вас есть особая благодать и благословение спасать людей, делайте это, может быть, кто-то покрутит носом и скажет, фу, не евреи, в еврейское общение, ага, не пойду, послушайте, один покрутит, сотня придет, евреи вокруг нас, если говорить открыто, они во многом оторвались от своих корней, они так же ассимилировали, намешано в ихней жизни, для многих это просто чудо, он открывает и, о, оказывается, я еврей, да, моя бабушка перед смертью мне там говорила, и вы знаете, есть написано римлянам, ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как не жизнь из мертвых, выйти из духовного холокоста 11.15 это жизнь из мертвых, вырвать человека из концлагеря, поверьте, если бы вы когда-то во время войны вырвали такого человека из концлагеря, он бы не сомневался, что это жизнь из мертвых, не сомневался, и вы не сомневайтесь, спасающий Божий народ, это люди, которые, это спасение от настоящей смерти, не просто того перехода, который мы называем смертью, но от настоящей второй смерти, друзья, той, которую по милости Божией мы с вами не увидим, это спасение от печей, которые жарче, чем крематории Аушвитса, и они не закончатся, 40 минут люди мучаются, мучились крематории, а гиена огненная вечно, отделение от Бога вечно, друзья, я призываю каждого из вас немалодушествовать, я призываю вас принять участие в этом Божьем плане спасения его народа, будьте теми инструментами, через которые Бог будет служить, и это будет примером для евреев, которые также будут помогать вам вместе, даже я говорю сейчас тем, кто не еврей, они будут смотреть на вашу ревность и говорить, послушай, если он с какой-то там Украины, с какими-то там непонятными корнями, так беспокоиться о моем народе, то кто я, что не беспокоюсь, будьте примером, возбудите ревность в спасении, Бог обязательно благословит, Бог обязательно поможет, друзья, будьте праведниками мира, аминь. Мы имеем опасность, скажем так, не заговорить на том языке, который должен услышать Израиль, чтобы Евангелие было ему благовествуемо на понятном языке, ментально понятном и так далее. Это, знаете, как тысячелетия церковь существовала, но евреи где-то были очень далеко от церкви. Это одна крайность. Другая крайность, против которой немножко я сегодня говорил, Александр, это настолько заиграться в какие-то внешние вещи, в какую-то романтику, что упустить главное, упустить именно вопрос спасения, понимания роли Израиля в Божьем плане. И он рассказывал о том, что до определенного момента ему не были понятны не только свое место, но и многие другие вещи. И он просил у Бога, дай мне это понимание, мое, которое у меня должно родиться. И я вам скажу, что, наверное, каждый служитель в этом смысле проходит свой какой-то путь. Я точно так же, учась вместе с ним в институте, имея еврейские корни, я задавался вопросом, а на что оно мне все надо вообще? Легче, наверное, просто строить какое-то евангельское собрание без особых заморочек, не париться с вопросом, с тем, как находить евреев, как привлекать евреев. Но я знаю, что Бог призвал это делать, и поэтому это надо делать, перешагивая через себя, не пытаясь идти легким для нас путем. научась говорить тем образом, который будет понятен еврейскому народу. И поэтому мы хотим с одной стороны, вот Александр очень хорошую вещь сказал. Есть библейские традиции, есть народные традиции, есть чисто вообще талмудически религиозные какие-то вещи. И все это нужно проверять. чтобы не заиграться, чтобы не начать замаливаться о непонятных вообще каких-то вещах. Нам нужно учиться именно через Писание, сквозь принципы Писания просеивать то, что должно оставаться в служении. Я помню, когда мы только пригласили первых людей в Писание, первых людей в общину, общины не было, небольшая группа, несколько человек, и мы пригласили одну пару, мама и сын. И сын, он учился в Яшиве, мама тоже достаточно часто приходила в синагогу, это одноклассница моей мамы, ровесница моей мамы. И вот мы их пригласили на Эр-Шаббат, на встречу с Шаббатом. Это библейский праздник, и он абсолютно для нас, как для мессианской общины, правомощный, мы имеем на него право радоваться Богу, встречая Шаббат. И мы понимаем, я знал, что у них будут ожидания увидеть все, как по синагогальной традиции. И мы сделали так, как мы это видели, как мы это чувствовали, понимали. не по И они сразу сказали, а вот в синагоге не так. Я говорю, знаете что, а мы не копируем синагогу. Мы не собираемся копировать синагогу. Потому что там много вещей, которые придуманы людьми. Ну я бы не пытался там объяснить какие-то духовные вещи, но я говорил, как и есть. Говорит, там есть много вещей, которые придуманы людьми, и их нету в Торе. Вот и все. А да, да, ааа. И как-то им стало все достаточно ясно и понятно, без лишних объяснений. Ну как-то так приняли, без всяких напряжений. Говорю, поэтому мы встречаем шаббат, празднуем шаббат, как наша часть, нашего наследия. Мы делаем это вот таким образом. Вы знаете, наша задача пройти тем путем, который Бог проложил для общин. И мы еще сегодня после небольшого перерыва снова будем славить Бога, поклоняться, встретим шаббат и будем продолжать изучать эту тему. Музыка 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 Музыка